Добрый день. Если вы готовы, можем начинать. Пожалуйста. Здравствуйте. Я офицер российской армии, лейтенант танковых войск, кавалярцев Дмитрий Сергеевич. На моей части слоцируется войсковая часть 58-198, которая находится в Московской области, родом я с Республики Башкортостан, Архангельский район, село Архангельска. 23 числа 2022 года, ориентировочно в 10 часов вечера, наш командир батальона собрал всех офицеров батальона и сказал, забрать у всех военнослужащих, у всех своих солдат сотовые телефоны и сказал, мы будем наступать на территорию Украины 24 числа. После этого он дает нам всю информацию, что мы должны наступать в сторону города Сумы, Прилуки и в дальнейшем выйти на Киев. 24 числа ориентировочно в часов 4-6 утра мы выдвинулись, пересекли границу территории Украины и выдвинули в сторону города Сумы. После того, как прошли грунт Сумы и Прилуки, моя колонна попала под обстрел украинскими силами. Мы остановились в небольшой деревне, моя колонна попала под обстрел. Вся колонна просто сгорела. У вас современное оружие, нас бомбили всего просто с воздуха, с земли, боярактарами, РПГ, пулеметами. Было просто страсть смотреть. Я добровольно своим экипажем просто сдался в плен. Я лейтенант Гришаенков Максим Саниславович. Я лейтенант Гришаенков Максим Саниславович, 21 июля 1997 года рождения, родился в Красноярском крае, Шушинском районе. Служу в войсковой части 58-198, 1-й танковый полк 2-й атаманской дивизии. Находясь под Белгородом, нам командир батальона поставил задачу 23 февраля в ночь, потому что 24 числа выдвигаемся на Украину, следуем за первым БТГРом. Они идут немного в стороне, мы идем тоже чуть в стороне, в сторону Сум, Прилуки. С дальнейшей задачей дойти до Киева как можно быстрее. Задача разбивать все, что видим из военной техники или военных людей, не относящихся к нашим войскам. Также далее наша колонна попала в засаду и была полностью разбита из всех орудий. Местными жителями, которые воюют, как звери из всех орудий, не отдают ни сантиметра своей земли. Командование нас просто кинуло, не было ни поддержки, ничего. Я российский военнослужащий, Чебетаревский Андрей Ильич, прохожу военную службу по контракту в первом танковом полку, который находится в Московской области, на Рафаминском районе. За нас в данной части подписывают контракт, хотим мы того или нет, просто собирают документы и отправляют их, после чего мы становимся контрактниками. Я хочу сказать, что приехав, когда мы пересекли границу с Украиной, мы не знали об этом, нам сказали только после. Хочу сказать, что люди здесь самые обыкновенные, здесь нет никаких нацистов, здесь нет каких-то либо критериев в плане разговора, в плане речи. Русская это речь, либо украинская. Многие люди разговаривают по-русски, никто за это не упрекает. Мы столкнулись с достаточно большим сопротивлением. Я никогда такого не встречал. Я хочу попросить, чтобы сюда никого не отправляли и выводили войска просто отсюда. Я все. Я Гагарин Дмитрий Анатольевич, родился 11.07.2001 года в Пермском крае, в городе Соликамске. 24 февраля нам поступил приказ о совершении марша. Куда и с каким направлением нам не доводили старшее руководство. Офицеры забрали все сотовые телефоны и массовые средства связи, об которым мы могли узнать информацию. Позже, по совершению марша, 27 числа, наша колонна была разбита. Мой танк сгорел, командир погиб. Я со своим наводчиком успел убежать в лес и после сдался гражданским людям. И нас передали в органы украинской власти. Здесь, как ни странно, к нам в плену хорошо относятся. Оказали все медицинские помощи, все, кому что требовалось. Кто был промокший, переодели. Когда происходят авианалеты, бомбежки и вводят сирены нас вместе с обычными гражданскими людьми, детьми. В госпитале прячут подвалы. Это очень страшно наблюдать за этим всем, как женщины рожают в подвалах. Как молодые пацаны здесь остаются из-за того, что наш же президент не хочет, чтобы мы донесли до своей страны, каково там на самом деле, ну, каково здесь все это происходит. Отсюда не забирают наши тела погибших парней. Их просто сжигают или хоронят в братские могилы без каких-либо опознавательных знаков. Что я хотел бы еще донести до всех людей России, до своего пермского края. Люди, отключите эти телевизоры, не слушайте Путина. Отговаривайте всех родных, близких. Это могут быть ваши дети, братья, кто погибает здесь. Это не стоит того, здесь нет никакой войны, здесь нет кого защищать их. Здесь единственные преступники – это люди, которые пришли со стороны Российской Федерации, или те, кто пришли, по словам Путина, защищать украинских людей от кого-либо. Я военнослужащий российской армии, Кравченко Павел Тимофеевич, 28.01.2002 года рождения, проходящий военнослужбу по контракту войсковой части 91.701, который дислоцируется в городе Нарофоминск. Сам проживаю в Иркутской области, 24.01.2002 сдался в плен по своей воле, так как воевать не хотел, поехали сюда. Также командиры позабрали все сотовые телефоны, даже документы мои, все забрали паспорт, военный билет и не сказали, куда едем. Когда пересекал границу Украины, только тогда понял, что мы не на учениях уже находимся. Когда сдался в плен, со мной очень хорошо, и с моими военнослужащими, которые со мной были, обращались очень хорошо, покормили. Кому нужна была медицинская помощь, оказали ее. Если, к примеру, мы находимся в госпитале, в бомбоубежище, если начинается бомбардировка, то мы вместе с мирными жителями Украины вместе там прячемся, они нам помогают, нас укрывают. Если мне и моим военнослужащим суждено умереть, то, мне кажется, только от рук своих же. То есть, когда будут бомбить свои же войска Украину, то и мы погибнем. Меня зовут Мустафаев Дамур Собиржоныч, я из города Новосибирска. Призывался на военную срочную службу. Нас срочников сюда отправляют, не говоря даже, что на войну, просто под предлогом того, что это учения какие-то будут происходить. Но это не учения. Нас отправили воевать срочников молодых, неопытных, вообще противопытных бойцов, которые уже тут воюют около 8 лет. Они отправили нас, как пушечное мясо, умирать. Нас экипаж бросил, просто уехала колонна. Мы переночевали в танке. Мы днем 27-го числа пошли искать свою колонну. Добровольно сдали вооруженным силам Украины. Не открывали огонь ни по кому вообще, мы просто шли, мы сдались. Я в болоте был, промок весь, меня переодели, накормили, напоили, уложили спать. Здесь, в бомбоубежищах, мы прячемся так же со всеми гражданами Украины. Они нам помогают всем. Не надо сюда, пожалуйста, отправлять срочников. Не надо эти авиаудары наносить, потому что они не хотят, чтобы мы рассказывали эту всю правду вам, гражданам России. Вы думаете там, что все у вас хорошо, да, у вас там все хорошо, вас не трогают. Здесь гибнут люди, здесь гибнут срочники, гибнут ваши дети, гибнут мои товарищи. Они просто умирают, потому что их обманывают. Обманывают их Путин, отправляя на смерть. Их никто не похоронит, просто их родителям даже там в военкоматах говорят, что они на учениях. Но это ложь. Им даже не приходит вестка, что они без вести пропавшие. А если придет, что без вести пропавшие, то уже хорошо, наверное, для их родителей. Они не будут знать даже, что они мертвы, их дети. Не отправляйте сюда срочников. Те, кто из города Новосибирска, я не знаю, все, что угодно делайте. Перекрывайте дороги, я не знаю, срезайте эти рельсы. Просто ставьте фуры на дорогах, чтобы сюда не шли колонны военной техники, чтобы сюда никого не отправляли воевать. Здесь не за кого воевать. Здесь военные говорят на русском. Никто не притесняет русский язык. С нами разговаривают на русском, нам помогают всем, чем могут. Мне нечего добавить больше. Я Волков Игорь Николаевич, 26-го на 8-го, 2001-го года рождения, 20 лет. Войсковая часть 58-198. Был призван в армию, учился на механико-водителя, попал в войска. Для укомплектовки меня посадили за наводчика-оператора. То есть я совсем на другую должность. Сказали, так надо, на время учений сядешь в наводчик. 23-24-е в ночь нас командир батальона построил, сказал, нужно совершить марш. Куда точно, нам не доводили. Перед этим нас забрали все средства связи, документы. Мы все шли за командиром батальона, после чего попали под обстрел. Украинцы как звери просто воюют. Нас просто уничтожили, просто всю колонну уничтожили. Мы не понимали, почему мы начали задавать вопросы. Мы ночью пересекли, получается, границу. Не знаю сами того. И когда увидели машины с номерами украинскими, начали задавать вопросы нашему командованию. Что здесь происходит и почему вообще так? Как так получилось? Мне сказали просто, не задавая лишних вопросов, осталось немножко, километров 20-25, и доезжаем до какого-то населенного пункта, название не знаю, разворачиваемся, убываем в пункт постоянной дислокации, то есть забираем технику. Но до этого пункта мы, получается, так и не доехали. Нас разбили. Всю колонну я с своим товарищем выпрыгнул из танка из горящих. Сдался в плен. В плену? Ну, нет притеснения, как бы русского языка с нами общаются, но так же спокойно на русском. Не знаю, от чего здесь освобождать, зачем сюда вообще отправили, для чего это все началось. То есть находимся в бомбоубежищах, постоянные авиатривоги, арт-выстрелы постоянно, арт-обстрелы городов, мирных населений, обычных мирных жителей. Погибают дети, женщины рожают в подвалах. Это очень страшно, на это смотреть. Надо прекращать это все. Я как бы хочу призвать жителей России, жителей моего города, Екатеринбурга, чтобы поднимали эту тему, вставали народом. Не надо бояться Путина. Надо выйти просто на улицу, сделать все, чтобы до него достучаться, чтобы война прекратилась. Потому что и гибнут наши же российские солдаты, и срочники, так и мирные жители Украины. Я, Смирнов Евгений Иванович, 21.03.2000 года рождения, 20 лет, контрактник вооруженных сил Российской Федерации войсковой части 91.701 города Нарофоминск. Нам сказали, что мы едем на учения. Приехали, пробыли некоторое время в полях. После чего подошел командир взвода, сказал, что задавайте свои документы, телефоны, вообще любые средства связи, садитесь в машины, и в 2 часа ночи будет идти колонна. Куда колонна будет идти, он не сказал. Мы сели по машинам в 2 часа ночи, выдвинулись, доехали до границы с Украиной, задали вопрос командиру взвода, что происходит, что мы делаем на границе с Украиной. Он говорит, марш будет продолжаться дальше, и следуйте за своей колонной, без всяких вопросов. После чего мы заехали на территорию Украины, доехали до города Ахтырки, где попали в засаду, нас обстреляли, взяли в плен, никого не ранили из тех, с кем я был. Военнослужащие украинской армии хорошо с нами обращались, разговаривают они точно так же на русском языке, как и мы иногда бывает, не особо их сильно понимаем. Но хочу донести до того, что люди, русские люди, поймите, мы воевали с этими людьми во Вторую мировую войну, и так очень много было людей погибших, а сейчас получается, что тогда хоть и на нас немцы напали, а сейчас получается, что Россия напала на Украину, прям как немцы. Они защищают свою территорию. Я Бабихин Алексей Дмитриевич, мне 19 лет, я с города Кургана. Нас обманули, ничего не сказав, куда мы едем. В итоге я попал в плен. На удивление с нами очень хорошо обращаются. Раненому нашему помогли, отправили в госпиталь. Нас накормили. Кто промок, те ходили. Нас постоянно кроют артобстрелы. Нам всем очень страшно. Пожалуйста, Курган, Россия, хватит войны. Перекрывайте дороги, бунтуете. Хватит призывать новых срочников. Хватит отправлять сюда солдат. Хватит убивать жителей Украины. Мне больше ничего сказать. Я еще раз представлюсь. Я военнослужащий российской армии. У нас случай был, когда по ходу колонны военнослужащий попытался выйти с машины и покинуть ее, уйти в сторону границы, то командир роты применил к нему физическую силу, после чего закинул его в машину и заставил ехать дальше. Нам говорили, что если кто-то попытается уйти, нас либо свои же расстреляют, либо просто больше назад не вернемся. Здесь очень хорошо с нами обходятся, нас понимают. я хотел бы попросить всех россиян, если меня слышат, видят, сделать все возможное для того, чтобы эта война прекратилась. Этой войны не нужно ни Украине, ни России. Эта война, скорее всего, нужна только президенту. Я не знаю, для каких целей. Я прошу помочь. Только общими усилиями мы сможем все это прекратить и это все закончится. У меня все. Спасибо. Я Куликов Михаил Игоревич. Родился в Кемеровской области. Мне 30 лет. Я служу в городе Иолейске. Это Алтайский край. Также не был осведомлен. Видимо, ранги выше были осведомлены, зачем мы едем. А, к сожалению, сержанты и ниже не осведомлены. Вот поэтому мы попали сюда. На подъезде к Чернигову мой танк подбили. Механик скончался сразу. Командир у меня сломал ногу. Выпал с танком и выпрыгнули с горящего. Я сколько мог пронес его. Возле забора мы сели. То есть, там вышла бабушка. Люди готовы были закидывать нас коктейлями застрелять. что угодно. тем не менее, они люди. Было много грубых, жестких слов в нашу сторону. Но, тем не менее, нас никто не тронул, не избивал. Ничего. Они помогли, оказали помощь нам. Конечно. Вот. Сейчас вот даже в полях, так же, как я говорил, военнослужащие не осведомлены, что здесь происходит, куда они стреляют. Им просто дают цифры, допустим, взять эту артиллерию. Им дают цифры, а для них это просто цифры. Они не видят, что здесь умерло уже больше 20 детей, что здесь на самом деле происходит. Они видят просто цифры, и для них поступают команды. Что еще? Народ России, встаньте, встаньте, потому что здесь также ваши дети, здесь также страдают дети украинского народа. Не надо никого бояться. Здесь народ не боится никого. они за свою землю будут до последнего. И да, за детей. У меня тоже дома двое маленьких детей, которым я хочу, но попаду ли неизвестно. Так что родители будьте бдительнее. Не отпускайте, перекрывайте дороги, делайте все, чтобы все войска разворачивались, сами понимали все. У меня все. Спасибо. Доброго дня. А у кого-нибудь из вас есть понимание, зачем ваш президент в принципе это все начал? Не у кого? Спасибо. Можно я отвечу на этот вопрос? Я как офицер российской армии скажу, мы сами не понимаем, зачем он нас сюда отправил. мы сами не знали ради чего. Когда нам рассказали этот приказ, что мы должны напасть на территорию Украины, я задал этот вопрос, старший начальник мне сказал, не вникай, не твоего ума делу просто и все. А будешь много говорить, я хотел дать назад, как бы он сказал, мы тебя либо посадим, либо расстреляем для выполнения приказа. военнослужащих армии непонятно, зачем, для чего нас сюда отправили, никто не знает, ради чего. Нам говорили, что гражданская война идет между собой, но когда мы сюда пришли, я смотрю, здесь никакой войны нет, живете, все мирно и дружно. Российских граждан 8 лет обманывали о том, что война здесь идет между своими же людьми. На самом деле здесь довольно-таки не так мы это поняли. Президенту скорее всего нужны просто территории и земли, но нам этого не нужно. Это нужно ему. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Эндрю Крамер, я корреспондент газеты New York Times. Я бы хотел маленький диалог с одним из вас, чтобы понять, кто вы, откуда вы, чуть больше ваша история. Но я не припомнил все имена. А может быть центр, я прошу прощения. Как вас зовут еще раз? Дмитрий. И фамилия? Калоярц. Калоярц. Дмитрий? Калоярц. Калоярц? Да. Ярцев. Калоярцев. сколько вам лет? 23. Где вы закончили школу или университет? Я закончил Казанское военное училище. И откуда вы родом? С республики Башкортостан. Сколько лет вы служили в армии? В войсках полтора года. Вы добровольно шли в армии или вас призвали? Да, добровольно. А вы голосовали когда-то во выборах? Во время выборов я болел, я не голосовал. Никогда? Нет, одни выборы я пропустил, которые последние выборы были, я пропустил в связи с болезнью. Описывайте, пожалуйста, последние два месяца или три месяца, когда начали учения и как учения шли и потом что дальше? Мы обычно жили в полях, в палатках, обычные были учения и все примерно за неделю все крайне изменилось очень быстро. А где учения были? В Белгородской области. Когда ты начал? В каком месяце? В декабре. А что вы учили, что они объяснили, какие навыки вы обрабатывали? Практически ничего не отрабатывали. Вам не подозревалось, что у вас огромное учение рядом с границей Украины, когда руководство страны угрожает военно-технические решения, вопрос, если Украина не выполняет условия? Мы жили в полях, у нас телевизора не было, мы новости не смотрели. Еще раз, это был какой ночь, когда вы отдали телефоны? Какой-то что был? число, извините. 22-е, 22-е, 23-е. Нам сказали соберите телефон 23-го числа. Описывайте еще раз, как вы попали в плен. Вы коротко очень, но описывайте ситуацию. По нашу колонну начался массовый огонь вестись из многого оружия. Колонна начала просто погибать, мой танк подавался, я вылез из танка, прошел через лес и добровольно пошел сдаваться в плен. А где это было еще раз? Возле какого-то населенного пункта, я не помню, что за населенный пункт. В Луганской области? Нет, не в Луганске, не в Харковском области. Нет. Я честно не знаю, что за область было. А вы не знаете, какие оружия использовали против вас? Это противотанковые гранаты или ракеты? Ну да, что-то такое было. Это джавелин или что-то другое? Может РПГ какие-то джавелины, может с воздуха бы рактор ударил, я не знаю. А потом вы были в поле, а как вы попали в плен? Добровольно сдался, просто пошел через поле по дороге и все. Добровольно сдался украинской армии или меми? У вас были, они относились к вам, были какие-то там физические расправы? Нет, к нам очень хорошо относятся в плену. Физического никакого насилия, ничего такого нету. Кому медицинская помощь нужна, сразу медицинскую помощь оказывали. У кого ноги там промокшие были, что-то с одеждой, сразу людей переодевали, то есть очень хорошее отношение к нам. Скажите, пожалуйста, вот вы добровольно сюда пришли на пресс-конференцию или вас оставили? Как это случилось, что вы перед нами сейчас? Добровольно. Как же получилось так, что вы сидите вот здесь, вы сказали, что давайте пресс-конференцию проводим? Мы попросили сами для журналистов как-то связаться с ними. Чтобы не отправляли сюда. Тут есть срочники, тут более того, гибнут просто мирные населения. Я вижу, что у вас есть написано документы о вашем, то, что вы сказали, это вы сами писали? Да. Просто так проще, чтобы сразу мы собрали полностью мысли, которые у нас есть. Чтобы ничего не упустить. Чтобы все полностью рассказать, как есть на самом деле. А скажите, пожалуйста, что вы хотели делать с жизнью, если не попал в армию, не попал в плен? Какие мечты у вас? Были? Я не задумывался даже честно. В университет попасть? Не знаю. Я занимался хоккеем на армии. А вы женаты? У меня есть невеста. Дети? Нет. Спасибо большое. Если можно, я задам два вопроса. Первый, скажите, как вы видите свое дальнейшее будущее? Я надеюсь, что война все-таки прекратится, нас вернут домой, на родину. После чего буду пытаться любыми способами уйти из вооруженных сил. Я добьюсь этого, так как, когда мы были там, я пытался это сделать, у меня этого не получилось, поскольку любые рапорта на увольнение, либо еще что-то, они не доходят до начальства, выше, они просто уходят в той части, где мы служим, обращаясь в прокуратуру, либо еще куда-то, тоже не помогают. Любыми способами буду пытаться уйти из армии, хочу уехать из Российской Федерации вообще. Скажите, пожалуйста, кто-то из вас, вернувшись в Россию, будет пытаться остановить войну? Да, я точно буду. Кто-то еще? Да, все, скорее всего, будут пытаться остановить. Да, вот лично я буду пытаться, как сейчас у нас это массовое, это средство, массовая информация, интернет, через интернет можно очень многого добиваться, создавать различные группы по предотвращению таких ситуаций вообще в целом, рассказывать правду людям, собирать как можно больше информации, которая творится в мире, а не скрывать так, как делают наши СМИ. Ну и опять же, это делается не одним человеком. Сейчас нужно, чтобы встал народ, все это увидел, встал народ, а после уже, как сказал мне в плену человек Украины, что рубаха по ниточке вьется, и он был прав. Пусть начнет один и народ все поддержит. Еще такой вопрос один. Вот вы говорили, что те люди, которые стреляют, они бьют по координатам. У меня такой вот вопрос, что как бы в голове у ваших военнослужащих, потому что, допустим, мой знакомый, который сейчас видел российские войска, заходили ваши колонны и стреляли по домам, по окнам, ранили мужчину, его посадили односельчане в машину и пытались вывезти в больницу. Когда машина отъехала, ваши сослуживцы машину расстреляли. Пыталась эвакуироваться семья с маленькими детьми, ее расстреляли. И вот у меня вопрос, как вы, ну то есть, можете стрелять в гражданских людей? Мы никак, это скорее всего. То есть, у президента есть определенный вид войск, такой, как Росгвардия, они подчиняются только ему. Это люди, которые делают его любые выполнения задачи, то есть, это совершенно другой род войск. Они могут этим заниматься. Танковые войска, лично я уверен, за каждого практически, кто здесь сидит, по детям, по гражданским людям стрелять бы никто не стал. В принципе, стрелять никто не хотел, мы не знали, куда мы едем. Нас просто отправили, как пушечное мясо. Ну, такой вот президент. Здравствуйте, мой имя Дафна Усу, я reporter. Вы слышите? А, извините. У нас проводятся еженедельно замы политической работы, проводятся в танковых войсках, в сукопутных войсках, получается. Проводятся беседы, и накануне числа 16-го, то есть, каждую неделю числа 16-го проводилась также беседа, где точно и жестко указали по мирным жителям, животным, и что еще может принести ущерб, то есть, от выстрелов, выстрелы не производить, это очень наказуемо, то есть, до нас это все доводится, поэтому по мирным жителям мы ни в коем случае стрелять не можем, по их животным то же самое. это определенный вид род У меня вопрос к вам. У меня вопрос к вам и также к людям, которые отвечают за вас, которые вас сюда привели, доставили. Как вы думаете, что с вами может произойти в дальнейшем? И вы наверняка слышали и знаете о том, что есть обращение украинских властей к российским матерям, к матерям российских военнослужащих, чтобы они приехали и забрали тех, кто оказался в плену. Как вы считаете, возможно ли это, будет ли это? Что может быть в дальнейшем с вами? Ну, начнем с того, что, чтобы в дальнейшем, для начала, ну, хотя бы нужно узнать то, что вообще будут нас забирать, отсюда нет, обмен какой-то делать. А так каждый день просыпаюсь и радуюсь то, что свои же меня не убили. Какой-нибудь обстрел там или, не знаю, с пушки там или с самолета бомбу не сбросили. А так я очень надеюсь, что, ну, даже если не родители будут забирать, а наш, так скажем, не знаю, можно назвать его президентом или нет, одумается все-таки, перестанет бомбить и начнет обмен, потому что нам всем жить охотно. Спасибо. Вы говорите о том, что, когда вы вернетесь в Россию, тогда вы что-то будете делать. Вы хотите возвращаться в Россию? Как вы видите, вот, если вам дадут выбор, то что вы будете делать дальше? Кроме того, украинское правительство заявляло о том, что, если сдаются пленные, российские военные, то, возможно, даже поддержка их. Можно предложить. На самом деле, очень страшно возвращаться сейчас обратно, потому что нам, ну, довели, что происходит сейчас с российскими солдатами, которые пытаются вернуться, которые не попали в плен, которые просто идут в сторону границы, чтобы вернуться домой. Мы их просто расстреливают. Также, мне кажется, с нами будет, если мы сейчас, ну, как-то нас даже депортируют обратно в Россию. Мне кажется, из-за того, что мы слишком много повидали, чтобы мы не разнесли это все людям, потому что российских жителей сейчас дезинформируют очень сильно. Как по новостям, 500 раненых всего лишь. Всего лишь 500 раненых сейчас у нас здесь, на территории Украины, российских военнослужащих. Вот. Поэтому, мне кажется, им будет проще от нас избавиться как-то. Или нам проще остаться здесь уже, чем возвращаться просто в Россию. Как вас зовут еще раз? Игорь. 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 И фамилия? Лук. Ира. И звание? Это довольно-таки, да, то есть шаткий вопрос, вернемся мы или хотим, как бы. Хотеть-то, возможно, хотят, но просто понимание того, что с нами может быть там на самом деле. Оставшись в Украине, да, некоторые, я думаю, хотят, мы хотим остаться здесь. Есть такие люди. Я сам лично это знаю, но у нас там есть родственники. Как бы мы не знаем, то есть будет ли у нас вообще возможность выезжать к ним, и что будет с нами, если мы отсюда приедем все-таки туда к ним. Меня зовут Чебо-Таревский Андрей Ильич. Я из города Новосибирск. Сейчас после этой конференции можно начинать бояться не только за себя, а за свои семьи. И все. Сейчас может и семьям что-то угрожать. У меня очень короткий вопрос. У вас была возможность связаться с родственниками, родителями? Да, нам давали возможность связаться. Нам давали возможность связаться с родителями, с близкими, сообщить им о том, что мы живы, то, что мы в плену, что с нами хорошо обходятся и ни в чем не ограничивают практически. Вы говорите о том, что теперь вы будете переживать о ваших родных. Я понимаю, что вопрос сложный, но тем не менее, а почему вы тогда вышли сюда? Вы же видели какие варианты, что тогда? Можно отвечу. Именно сюда вышли для того, чтобы донести. Мне кажется, хоть и мы находимся на другой стране, но все же в России, и мне кажется, это прям с конференции увидят. И вот мы сюда вышли для того, чтобы донести хотя бы, не знаю, для начала малое количество людей в России, что не нужно сюда идти, не нужно воевать вообще, чтобы, может, не знаю, не забастовки какие-нибудь устралили, чтобы Путин уже прекратил воевать. Мы, как сказать, набрали смелости и вышли на свой страх и риск сюда. Включите микрофон. Дело в том, что мы понимаем то, что, я так понимаю, журналисты здесь не только с одной стороны, но и с многих других стран. То есть мы надеемся, что с других стран тоже начнут поддерживать нашу инициативу о том, чтобы война прекратилась и как-то будут помогать, как минимум, правители других стран, президенты могут повлиять в разговоре с нашим президентом и помочь в прекращении войны. Мы очень сильно на это надеемся и верим в это. Если говорить о русской военной машине, о армии, среднее настроение, средняя температура по армии, насколько все-таки много людей разделяет ваши взгляды и не хотят воевать? Ну, просто, не знаю, кто-то может ответить. Мустафаев Дамур Собержонович, я из города Новосибирск, срочник. Если это увидят те товарищи, которые со мной проходили службу в Чите, в Москве, никто из них не поднял бы оружие. Они там многие ради военного билета, потому что в России устроиться на работу сложно без военного билета. Они просто идут ради военного билета, чтобы он у них был, чтобы устроиться на работу, чтобы их работодатель не уволил спустя месяц, просто не сократил, чтобы они не беспризорничали, не ходили и не были до сих пор на обеспечении родителей, и не жили там, у кого родители на пенсии за счет их пенсии. Они идут ради военного билета. Все, не больше. У них нет желания служить. Я не знаю, почему до сих пор в России не перевели Россию на контрактную службу добровольную, именно добровольную контрактную службу. Я не знаю, почему. Просто отправляют вот так вот массово людей. А вот если говорить о контрактниках... А если все-таки спрошу о контрактниках, то есть контрактная армия, насколько она там готова воевать, и насколько сильны такие мотивы там, антипутинские, ну, насколько армия не хочет воевать? Дело в том, что, как в ситуации со мной, я просто учился, меня призвали в армию. Я попал в учебную часть, после чего меня распределили в Московскую область, в Нарафиминский район, туда, где я служу. И за меня собрали документы, отправили их, после чего прислала выписка, за меня поставили росписи, печать, я стал контрактником, я не хотел служить в контрактную службу. Так в армии, то есть в российской, в многих частях происходит. Воевать никто не хочет, я хочу сказать так, потому что там нет желания ни у кого. Учения, даже на них желания ехать не было, потому что это, как минимум, это дали от цивилизации, это непонятно зачем, для чего, то есть никто не хочет ни войны, ни учения, ничего более. У меня все. Что вы хотите передать сейчас своим родным, своим женам, детям, родителям, своей каждой области, своей родине, которая вас сюда прислала? Разрешите? Родным и близким хотел бы передать, чтобы они все-таки пытались донести до вышестоящего руководства Российской Федерации, до всех вышестоящих чинов нашей, так сказать, родины, которая нас отправила сюда на войну непонятно зачем и для чего. Чтобы заканчивали эти артобстрелы, никому не нужные бои, чтобы люди просто так не гибли. Чтобы мир все-таки в конце концов был, как он был до этого. Что родные поднимались, объясняли ситуацию другим людям, потому что дети других людей, братья, сестры, как бы то ни было, они могут оказаться по эту сторону границы, и что с ними будет здесь дальше, тоже неизвестно, как все с ними сложится, погибнут ли они, либо они попадут в плен. Хотелось бы, чтобы услышали все люди Российской Федерации, что здесь не так все, как рассказывают по новостям, что здесь Бандера, какие-то нацисты или еще что-то. Здесь обычный мирный народ, который сплочился против одного человека, это Путина. Человек, который просто завоевал, хотел выступить как завоеватель какой-то, я не знаю, это слишком плохо с нашей стороны. Хотелось бы, чтобы все это в кратчайшие сроки закончилось, и до людей донесли, что здесь не так все, как показывают наши СМИ в телевизорах, и зомбируют наших людей, говоря, что Путин молодец. Судя по последним новостям, мы были осведомлены, был опрос Российской Федерации, и большая часть людей, большая часть людей, как будто под каким-то воздействием чего-то, говорит, что если так надо, значит так надо. И лишь единицы понимают и осознают правду, что здесь погибают невинные люди, гражданское население, дети, и ветераны, которые вместе же с Россией отвоевывали все эти земли от фашистской Германии. Я считаю, что нужно выходить на улицы, перекрывать их, создавать какие-то митинги, как-то пытаться донести президенту другим способом, я думаю, не получится. Нужно перекрыть дороги федерального значения, для того, чтобы войска сюда больше не поступали и не приходили. И все, которые есть, орудия дальнего поражения, это грады, ракеты какие-то, нужно каким-то способом, нужно отгонять от них военнослужащих, нужно делать все для того, чтобы не бомбили мирные города, чтобы вообще в сторону Украины больше не было никаких обстрелов, ни движений, техники, еще чего-то. Если все русские люди выйдут на улицы в России, то президент примет решение, отзовет войска, войны не будет. У меня все. Да, здравствуйте еще раз. Вопрос, вот я с коллегами обсуждал ситуацию во время войны, что большинство украинцев начало воспитывать ненависть к руководству России, связанному с войной, но тоже обсуждается, что сам руководство нельзя сильно отделить от общества, потому что если по соц. опросам там бывает, что 60% людей поддерживают господина Путина. Вопрос, насколько вот на ваш взгляд обоснована вот именно ненависть к России в Украине, если вы испытываете вот это чувство как россияне. Спасибо большое. На данный момент мы испытываем больше ненависти к руководству, которое нас сюда отправило. Мы понимаем то, что нас сюда просто как котят закинули ради своего блага, не ради блага людей, а ради блага правительства. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. 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 Спасибо.